Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, все навалилось быстренько. Семхат, Тара, кто живет в Диаспоре, а кто здесь, это вообще один день сожмения Ацеры. Подводим какие-то прежние уроки. Заповедь, суки, дает нам один очень яркий урок, говорят мудрецы. Миру угрожают тотальные катастрофы разные. Ядерные, экологические. Люди боятся террористов, атомных бомб, всяких хассейнов. Всех подряд. Биологические заряды, агрессивные инопланетян, столкновения с планетой. Сейчас в последнее время еще очень магнитные бури. Сука противостоит всем этим комплексам. Она напоминает о том, что в давние времена, когда еврейский народ странствовал в пустыне, там где были написаны змеи и скорпионы. И защиты не было, и казалось, выжить нельзя. Но Бог раскрыл на дереве благо славы, и вот так произошло. Вот сука есть такое, как над нами крыло славы есть. Это сука, да. Каким образом мы живем в ней, как можно выжить там, где вроде бы казалось бы клипкое такое, но мы выполняем волю нашего отца. И каким-то мистическим образом возникает чувство уверенности в суке, в безопасности в суке. Ее хрупкие стены, там фанерные, лимоперчатые, и худая с крышей, с ветвей защищают нас надежнее, чем иногда целые какие-то там, не знаю кто, от воров, террористов, ураганов, ракет. Да, это такой урок. Написали, что стремясь к комфорту и удобству современных человек ведет себя так, как будто прописан в этой жизни навсегда. Его вот недельное пребывание в суде, как во временном жилище, где хватает места только для самого необходимого, оно должно быть напомнить нам истину, высказанную Ховецкаймом. Наша земная жизнь это коридор ведущий к другой вечной жизни в том мире, в котором остаются сопределами нашего восприятия. А пока, пока остались последние дни, надо хватать радость. Радость, радость. Ружинские рэпы, разбирая слова Писания, вот слова, которые написаны, и если так будет, если забудешь Бога своего и всесильного и так далее. Он сказал, хорошо известно, что всякий раз, когда в Писании говорится, если и так будет, да, речь идет о бедах. Вот и здесь именуется то же самое. Нам сказано, если забудешь радость и пойдешь в уныние, то тем самым забудешь Бога своего. Ибо недаром говорят, что там те сила и радость в обители его. То есть вы выходите, прерывая радость, выходишь из его обители. Мы закончили недельную главу, годовые, переходим к следующим. Вызот браха закончился. Знаете, вот интересно, Вызот, это благословение, которым благословил Маше, человек Бога, сынов Израиля перед смертью. Что он подобно про отцу Якову, который благослововал еврейский народ и каждое колено по отдельности. И Рабейн Юббахи написал интересную, вот такую каббалистическую символику в слове Вызот. И эти, да, с которого начинается благословение Маше, и наш праотец Яков сказал следующие слова. Что он сказал всем этим двенадцатым колено, он сказал им, эти два Везот в первой книге Тори и вот второе Везот в дворим, они как бы замкнули круг. Замкнули круг, нам рассказывается здесь уникальная вещь. Все замыкается, одно переходит в другое. Это вот книга Экклезиазм. И вот сейчас, когда заканчивается Симхат Тарас, заканчивается Шмини Ацер, заканчивается череда праздников, все мы начинаем сразу, что хоровод вокруг Торы, круг и дальше, дальше брешит, дальше извлечение брешит. Я еще раз хочу напомнить, что в книге Заар Медрашах сказано, что приговор окончательно выносится, выносится и запечатывается на рассвете Шмини Ацер. То есть, вот как раз о чем мы говорим. Кстати, Шмини Ацер, это необычный день. Он вообще не имеет отношения к Суккоду, это отдельный праздник. И это еврейский праздник. Если Суккод, это праздник народов, как раз еврейский праздник, именно в этот день бракжа выфрали одного быка в храме, в то время как весь Суккод приносили за 70 народов. Это как бы такой более интимный праздник, более личностный, более семейный. И вот всегда, а почему совпадают праздники в Израиле? Потому что всегда, если семейная вечеринка, хотят третьего пригласить кого-то, чтобы он тоже посидел, порадовался. Поэтому приглашают Симхат Тару, чтобы радость всегда на троих, она приятнее. Надо зацепиться за вот эти последние кусочки праздника. Надо почувствовать себе что-то такое, особенно вот в этой Суке, что-то зацепить, зачем потом пойдешь целый год. Потому что браха Суки дают браху на целый год. Браха Вацлаха, хорошего завершения Суккода и всего самого-самого лучшего.